Вчера не стало Василия Уткина. Спортивный комментатор скончался в возрасте 52 лет. Звездные друзья и коллеги выражают слова скорби семье покойного. Высказалось о Василии Уткине идти на кандилаки. В личном телеграм-канале глава ТНТ назвала комментатора одним из самых талантливых спортивных журналистов. Она также винит себя, что уделила ему недостаточно внимания, когда занимала пост генерального продюсера Матч ТВ. Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушел из жизни. Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом, писала Тина. Однако пост кандилаки вызвал возмущение у Ксении Собчак. Телеведущая напомнила, что между Василием и Тиной была настоящая вражда. Какой цинизм? Не перестаю удивляться. В личных переписках и разговорах не было человека, которого он обвинял бы больше в развале канала и личной мести ему, чем Тину Кандилаки. Все это знают. Развалить дело, которым он жил, лишить всего, а потом писать слезливые письма. Узнаю почерк, заявила Собчак. Конфликт вспыхнул в 2015 году, когда Кандилаки попала в команду руководства Матч ТВ. Уткин заявил, что не хочет работать под началом нового генпродюсера, обвинив ее в лицемерии и непонимании спортивных тем. Также между ними разгорелся ожесточенный спор в микроблоге. Звезды не скупились на жесткие слова в адрес друг друга. Тина проходилась по избыточному весу Василия, а тот высмеивал стиль работы оппонентки. После публичного скандала Уткин покинул канал и больше не смог продолжить телевизионную карьеру. Одни шептались, будто этому поспособствовала Тина, другие уверяли, комментатор попросту не справлялся с работой. Он, мол, часто засыпал или оговаривался во время эфира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...